Небесный утешитель в душе истинный, И живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, И жизни подателю, иди в силе сяны, И очисти мы от всяких скверных, И спаси блажен души нашим. Отец наш, небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, Благослови наши занятия по Слову Твоему Святому. Помоги, Господи, нам всегда быть истинными христианами. Не бывать в домах, где пиршество и веселье, Чаще бывать в домах скорби и печали. Чтобы нам не поползнуться и не отойти от Твоего учения евангельского. И учения скорбного, но радостного духовно. Дару Господи нам духовной радости. И тем нашим родным, близким, знакомым, Которые не познали этой радости, дару ее. А тем, которые находятся в каких-то скорбях, В страждущих, болящих, в темнице сидящих, Нищих, сирот, вдов. Помоги им, Господи. Даруй нам помнить их всех. Если мы попадем в это огненное искушение, Помоги, Господи, с христианским смирением, Кротостью, с духовной радостью перенести сие. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к евреям, Святого Апостола Павла, 9 глава, 16 стих. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Толкование. И так да не смущает вас смерть Христа. Ибо если бы он не умер, то не установил бы завета, Чтобы мы были наследниками. Ибо несомненно, что завет после смерти получает силу. И мы совсем были бы недостойны наследия, Так как не была бы разрушена надежда. Так как не была бы разрушена надежда. Совсем уловил. Еще раз. Ибо несомненно, что завет после смерти получает силу. Это понятно. И мы совсем были бы недостойны наследия, Так как не была бы разрушена надежда. Смерть Христа. Так, мы надеемся получить наследство. Наследство только после смерти. Понятно. Если бы Христос бы не умер. Во многих это смущало, Что вот, кому вы молитесь, Сын плотника, да его распяли. Какой это Бог? Многие же его обманщики. Ну тут послание к евреям. Тут конкретно говорится, Что евреи не веровали, Что живой человек может быть Богом. Все. Тут другого нет. Это не к язычникам. Он обращается к евреям. Поэтому, естественно, Что как может быть человек, Да еще поглядите, как его. Его же распяли. Все, и кто распынал-то свои же евреи. Там были и фарисеи, и книжники. Что-то непонятно. Все нормально. Все. Никакой он как Бог. Вы что? Даже вот в кунцерманской религии, Да как бы Аллах допустил, Чтобы сынов живет. Очень много иудаизма. Очень много. Причем они до конца держатся, Так же, как иудеи. Не может быть живой человек Богом. Не может. Да, крест был. Да, кто-то там висел. Но не Иса. Иса еще придет. Он еще спасет всех мусульман. Истинно верующих людей. Вот как они говорят. Они его почитают, Как пророка всего лишь. Христа. А евреи вообще никак Христа не почитают. Даже имя его не произносят. А говорят, тот, который... И все. Недавно ролик смотрел, Как раз делали опрос Среди мусульманского населения Об Иисусе Христе. И... Многие отвечают, Что это пророк. На нем написано в Коране. Некоторые даже знают, Что он живьем взят на небо. Но ни один не сказал, Что он умер и воскрес. Не обижать. Они на это умолчили. Или не верят. Ну, брат, судя по тому, Что вот сейчас недавно, Сейчас недавно, Загрытым, Куэрам, Байрам, Праздник у них был, Окончание поста. И в Москве Перекрыто несколько проспектов Около мечети. Столько народу молилось. И они молятся Не без учения. Они сели вот так вот. Одновременно поклонились там. Все, когда надо. Потом сели вот так на корточке, Как они сидят. И выходит Ну, мушки там, Имам, кто там, Кто-то из них. И старших. И начинает им, С ними беседу. Вот как у нас Пробования идут. У них точно так же идет беседа. И они сидят, Все слушают. И они там все. Это не так, Как, допустим, У меня отец приехал. Я ему говорю, Отец, У нас вот Игорь Тихонович Говорил, Пробуйте так. Он задевал такой-то вопрос. И передаю ему, Отец у меня неверующий, Он никуда не ходит, Ничего не знает. И вот ему надо что-то объяснять. У них совсем не так. И ты к нему придешь, К другу своему, Не надо ему ничего говорить, Что ты слышал. Почему? Твой друг был где-то там рядом, И слышал сам. Понимаешь, в чем дело? У них мужики все ходят. Он, Недавно он, Сестра, Удивилась. Наша младшая. Говорит, Иду, А там, Говорит, Их столько много. В пятницу. Я говорю, Так он же молитв От пятницы читается. Столько много, Говорит, Мужчин, Говорит, Молодые, Там всякие, Говорит, И с бородами. Ты говорила это? Там на этой молитве Становились, Да, И все мусульмане, Которые приехали на футбол, Смотри. Как раз много народу Было там сильно. Так они все с одного лукошка. Все приезжие, И все туда пришли на молитв. Даже по центральному телевидению Показывали мечети, И туда очень много приехало, На чемпионат мира по футболу, И прямая трансляция, По-моему, Даже была. Но, Я хочу сказать вам, Что мусульманам, Послание к евреям не поможет. Потому что нужно знать Законы Моисея. И быть верующим Именно по законам По Верховному Завету. А так как мусульмане Это совсем другое направление, Поэтому, Вот Игнат Тихонович пишет, Как я сейчас скажу, 20-й, Зеленый 20-й, да? 18-й. 18-й том. Нет, вот зеленый. Мусульманство, да. Он там пишет И делает вывод, Что Аллах и Иегова Это совершенно два разных существа. Если мы знаем Иегову, Как нашего Господа, Творца по имени, Сущий переводится Иегова, То Аллах Это совсем другое существо. Потому что есть как бы Говорят, О, это одно и то же. Многие говорят, Аллах там, Бог там, Христианский, Это одно и то же. Просто, Ну, Как бы, Вера одна, А просто разные там, Бог один, Ну, Вера, Познание, Понятия, Значит, О Боге разное. Это совсем не так. Бог един, И Он един остается, А все, Кто не с Богом, Это все бесы уже. Идолище. Это не нравится. Вообще, Они не понимают этого даже. Дело все в том, Они даже слово демон-то Неправильно поймут. В чем дело. У них там есть джинны. У них есть джинны. Джин, Это бывает добрым, Бывает злой. Вот. Есть у них злобные, Там ангелы. Ну, Как они называют их? Шайтаны, Да. Есть у них злобные. Да. И есть у них Иблис, Это сатана. Тоже есть демон. Главный. Говорим 9.17. Потому что завещание, Действительно после умершего. Оно не имеет силы, Когда завещатель жив. Толкование. Читай, понимай. Это в виде вопроса. Давайте попробую В виде вопроса тоже читать. Потому что завещание, Действительно после умерших, Оно не имеет силы, Когда завещатель жив. Как briefly вопросом задают. Вы, Что вас смущает, Что Бог умер, на кресте. Вы же хотите наследство получить, а он жизнь вечная. Завещатель, ну это земную жизнь непонятно, пока родители не умрут, дети не могут распоряжаться ременьем. Мы дети Божьи, это тоже. И он нам на пальцах все это доказывает евреям. Убеждает их. И дальше, 18 стих. Почему и первый завет, то есть вверхи, был утвержден не без крови? Завет и завещание, то есть однокоренные слова. И завещание только на смерть, а кровь указывает на смерть. Полкование. То, что говорил, он доказал не одним только общим обыкновением, но и событиями Ветхого Завета, что еще более убеждало евреев. Почему говорит, то есть так как необходимо, чтобы смерть предшествовала Завету, то поэтому первый завет был утвержден не без крови. Кровь символ смерти. Но там кровь Агнца, ибо Ветхий Завет был образом. Здесь же, когда воссияла истина, Сын Божий плотью умер за нас. Что же значит, был утвержден, то есть стал действительным, ибо никаким другим образом он не получил бы начала действия, если бы не предшествовало излияния крови. То есть Ветхий Завет по образу указывал на Новый Иоанн Креститель, пророк между Ветхим и Новым Заветом, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Они с ним сразу представляли все эти Агнецы, которые заколались в жертву Бога и Иегурия. Теперь Новый Завет, Новый Завет в моей крови Господь. Да там глубже еще, грех мира. Такого Агнеца они не приносили, что за грех мира всего. Они еще недопонимали Агнеца. Не то, что недопонимали, его просто не было. И когда он это сказал, у них там в голове свое было не так просто, что Агнец, как грех мира. Ты приносишь Агнеца за грех, написано, Агнеца за грех. То есть ты согрешил, что ты там делал, ты там не рассказываешь священнику. Ты принес Агнеца, все. Священник должен взять, вернее левит должен взять, зарезать его, передать мясо священнику, священник кладет на жертвенник. Вот как все происходило. И теперь сжигает. Потом дальше мирная жертва. Мирная. Это просто ты хорошо живешь, все нормально у тебя там. Все, ты живешь. Ты приносишь эту жертву за себя. За себя каждый приносил. А что за грех мира? Как так? Один, одного был такой козел отпущения. Я вот тоже сейчас об этом говорю. Когда первосвященник накладывает на него руки, помазывает его кровью жертвенной и отпускает его. В пустыню куда-то отпускает. Иди. Это что такое? Это отпускают, как бы, Господи, отпусти, как этого козла мы отпускаем, отпусти грехи народа, вот перед тобой стоящего. Вот какое было. Козел отпущения. А здесь Агнец, который за грех мира. Как так это? Тяжело сказать. Так и главное, показывает это на человека. Причем здесь это. А Бог всегда ждет от людей вопросов. Вопросов не последовало. Никто не спросил. Почему? Все умные, все очень важные. Почему? Игнатия Тихоновича никто не спрашивает. Почему он все время сам должен открывать рот и учить устами своими. Вот священников. Никто из священников вопросы не задает. Никогда митрополит вопрос не задает. Заметили почему? Почему? Потому что Иоанну Крестителю никто из них вопрос не задавал. Кто там такой? Ну да, народ тебя почитает. Ну да, народ почитает. Мы знаем. Поэтому мы тут сидим, присутствуем. А так-то мы сами все знаем. Ну что ты нам сказал такого? А нужно слушать и задавать вопросы. Потому что вообще задали вопрос. А как ты нам это учение преподаешь? Мы же выше тебя по идее. Должны они так сказать. Но они не могут сказать. Их совесть обличает. Как человек может другому сказать? Я выше тебя и поэтому я тебя сейчас учу. Когда тебе это выше, дал Бог, чтобы ты таким же другого человека сделал. А ты не сделал. Почему ты не сделал? Потому что, ну как почему? И Господь говорит, потому что ученик не выше учителя своего. Для чего это сделано? Чтобы ученик раньше времени не возгордился. Что много знать стал. Был дурак дураком. И вдруг немножко стал знать. И говорит, а у вас неправильно, вот там это, клир неправильно развернут. Надо на 45 градусов довернуть. Это вот об этом и говорится. Что переучился называется человек. А на самом деле просто ума не хватило сразу понять, что ты учишься у учителя настоящего. И то же самое и здесь было. Это был учитель от Бога. Пророк, который нигде не учился. Никто его не обучал. Родители у него уничтожила, как говорится, жизнь. Да и первосвященники постарались с фарисеями, с аддукеями в свое время. А Господь ему это вложил. Господь. И поэтому, когда Игнатий Иванович говорит об избрании, над ним начинают смеяться. В интернете полно этого. Как над ним потешаются. Как его называют там всякими плохими прозвищами. А почему? А они ничего не читали, ничего не знают. И Господь им не открыл, что такое избраничество. Все, о ком пишется в Слове Божьем, в Новом и Ветхом Завете. Все, кто вот здесь нам преподают свое учение, апостолы и так далее, они все избранные. Все пророки Ветхого Завета, это избранные люди. От Бога избранные. Никто их не выбирал. Там, допустим, почесал живот, там, или за ухом какой-нибудь князь. А выберем-ка того, а то мне скучно выходить к народу. Ну, что, выходить, что-то разговаривать. А я вот его выберу и пускай он говорит нужные слова. Да? Нет. Не было такого никогда и нигде. Пророка выбирает Господь. Это называется избраничество. Поэтому Игнатихночу, ему ничего не приходится, как указывать и говорить. А вы знаете, вот Христос, он агнец за весь мир. И он поставляет избранных своих. И вот я, как мне дал Господь это задание, приходится мне вам говорить. И он сам встает и начинает говорить. И он только несколько предложений произносит, и видим, священники уже один в лес, другой по двору, подорваясь, сидят вот так. Редко кто вот так вот слушает, открыв рот. Редко. Ну, есть и такие тоже. Дай Бог, чтобы, как тут было написано в конце, в деяниях, им и некоторые священники уверовали. Покорились в вере. Да. Вот я еще хочу дополнение сделать, брат сказал, написано, ученик не выше учителя. Кто с этим спорит, конечно. Ученик не выше учителя и молодых не нужно священники ставить, дабы они не возгордились. Есть и канон такой в церкви есть. Ибо и Христос, даже на Христа, вышел на проповедь не раньше 30 лет. Людов уверовавших не молодых. Но, однако, там был молодой епископ Тит, по-моему, и послание к Титулу. Тимофей. А, да, Тимофей. И, как бы, такой намек, вы говорите, не смущайтесь, что вы молодой. А дальше в Писании написано, ученик не выше учителя, там нету точки, там запятая. Но, усовершенствовавшись, станет как учитель его. Вот что произошло и с Игнатом Тихоновичем. А когда я намереним, ученик учился сам, усовершенствовался и стал как учитель. То есть он нас, как реступр, приводит раз вот это учителя, они... Их можно назвать учителями, которые не учат. Но есть толковые священники. Брат, чтобы ты глубоко в дебри не залезал, можно я скажу? Не молодых, а новообращенных написано. Ну, вновь обращенных. То есть людей, которые недавно верят. А Тимофей, как написано, и ты усовершенствовался, говорит, в Писаниях, которые в тебе дарования от Бога. И от бабки твоей лоиды. От бабки, прикинь. Ему бабка маленький был, как вот детишки наши сейчас. Вот, как Варвара сидит. А ей уже к матери вкладывала. Бабушка, слава Богу, ой, вернее, жаль, не вкладывает ей, конечно. Представь, еще и бабушка была бы. Мама, да еще и бабушка. Вдвоем бы ей. Веруй во Христа, будь благочестила, одевайся, юбки длинные носи, там платочек всегда. В два уха. У нее вылететь-то некуда. В одном мать, в другую бабка. И тут все, на раз, глядишь, на место стало. Вот так вот было у Тимофея. Бабка ему еще говорила. Поэтому он не новообращенный. А просто молодой. И он с молодых ногтей. Вот как дочь нашего брата, вот, Валерия, Елена. Она с 12 лет сама пришла. Начала просить у Игнатихныча благословения на учение. Он ей давал задания. Она читала эти книги. Вы понимаете, это вообще невероятно. И если бы так дальше развития у нее было, она дальше бы продолжала ходить и задавать вопросы. Хотя бы уже не Игнатихнычу, хоть к отцу. И у ней бы все получилось. Но, ну, тут пришелся сатана. Ну, это само собой уже. Ну, а теперь уже надо, как говорится, все начинать сначала. Это песенка стара, говорит. Если рядом сатана, это песенка стара. Этот заволочет. Поэтому нужно не отставать было, а продолжать. И он был из таких. И когда он узнал апостола Павла, он, видать, к нему прям пришел. Начал с ним беседы, естественно, вопросы задавать. И тут увидел, что разумный молодой человек. По знанию у него уже, как Егнатихныч иногда говорит. У вас столько знаний, говорит. Вам уже пора самим где-то преподавать. А вы, говорит, все тут рядом со мной. А мы все тут рядом. Никуда не улетаем. Тут сидим, сидим, сидим. А почему? Потому что нету этого избраничества, как у Игнатих Ильича. Нету его. Поэтому нас нигде не замечают. Ни в священстве нас нет. Ни в благовестии. Ну, вот Сергей заметил Господь. Дал ему это познание. Да, через болезни. Ну, и он же сейчас занятия по скайпу. Хотя бы немного людей. Но, однако, там действительно люди ходят, стараются что-то там. Как, правда, не стараются. Далеко это тоже сложно очень. Когда с человеком вот так по прямой не поговорить. Я предполагаю, что эти занятия должны развиться в какие-то отдельные беседы. Надо каждого, кто там занимается, вызывать на беседу. Давай-ка с тобой побеседуем, допустим. Как ты понял вот это? Потому что они там все молчат, их не поймешь. Чего они там поняли? А потом в переписке там такое выдают. Мама не горюй. Я тут уже говорил про них. Даже некоторые обиделись. А некоторые сказали, и правда, мы такие и есть. Так что это уже хорошо, да. Это научение, значит, идет. А у нас здесь вот все рядом. Получили, говорится, порцию своего обличения. Раз, уже, гляди же, юбки подросли на занятия. Люди остаются уже. То есть, ну, есть такое дело обличения. Совесть-то, она всегда говорит, что ты бездельник в духовном деле. А если представь себе, охота в рай человеку. И когда он молча сидит один, без всяких сжужений, или лег ты спать, уже помолился, или молишься, лежишь и думаешь. И тут думаешь, Господи, а ты принимаешь с делами, а не только то, что я тебе сказал, верую. Я же не вижу тебя, Господи. И как так? Ничего я не делал в эту неделю. На занятиях не было, у меня братья оставляли. Не благовествовал. Никому слова о тебе не сказал ни одного. Молился, как попало. Читал, не читал. И Евангелие-то мне не нравится читать. Ленюсь. И совесть начала говорить с человеком. Вот так, вот так. И говорит, вот это, увы. Вот Златоуст говорит, это вот, увы. Увы мне, Господи, а как я попаду в рай-то? О, это есть начало уже покаяния. Начало пути в Царство Небесное. И мы ради этого только сейчас занимаемся здесь. Принимаем с радостью, с любовью наших чад здесь. Хоть они и сидят как бы отрешенные, а не думаю, что слова не действуют. Все равно многое действует. Я помню, маленький вот, маленький такой, наказывал меня там отец. А я до сих пор помню, как он меня наказывал, за что. И я благодарю его всегда за это. И мысленно, и так, когда по телефону позвонил, говорю, отец тут вспомнил намерение. Говорю, благодарю тебя. Он вообще ничего не помнит. Наказывал он там, не наказывал уже. А во мне вот таким, почему? Потому что для меня весь мир был вот в этой руке с ремнем. Или вот в этих устах, которые меня выговаривали мне, маленького. А я же не понимал тогда, что это хорошо или плохо. На улице все говорят, материться хорошо. А здесь вдруг бабах по губам, да еще крапивой там или чем. Ой-ой-ой, запомнится по делу. Или это, пятая точка начинает гореть. Там вот такая красная звезда. А тут такой медной пряжки. И ты это все запоминаешь. Вот тут, а вот оно до сих пор. А было там 3-4-5 лет, не больше. Ну. Так я перед отцом встал на колени. Говорю, отец, лет 35 мне было или 38. Поблагодарил его. Он такой, ну ты что, поднимайся. Я говорю, за то, что на учение. Он, за какое на учение. Я говорю, ну вот тогда помнишь, что меня воспитывал там в детском саду. Он, ну я не помню ничего. За то, что дарал. Ну. Я говорю, а меня это привело к тому, что я тебе о Христе сейчас рассказываю. Вот что дело. А, Василий, ну поведите его. Сейчас. Попробуйте завести. Она не слушается. Да вот в том-то и дело, что его, что, кол на голове тишит. Пусть она, может, Александр что-то проснулась. Пляничка, волос отманительность. Попробуйте завести ему варенье. Попробуйте на дрессировке хорошо поддавить. А вот в крутом у него проблемы, конечно. Видите, это, вот ты как раз об этом говоришь. Вот брат, вот дрессировка собак. И вот он тоже, ну тоже часто говорит, что есть собаки хорошо дрессируются, а есть плохо дрессируются собаки. Конечно, да. Ну вот человек, он не собака, но дрессируется примерно. Вот сегодня проповедь читали. И златоуст говорит, ну что мои слова. Рядом ты находишься с детьми, с чадами, со служивцами. Вот они будут видеть твой пример. И кто-то когда-то совесть его покажет на тебя. Праведник был рядом с тобой, и ты не делал как он. И человеку даст эту возможность прийти к покаянию. Вот в чем дело. Это, что такое дрессировка? Это покаяние. Просто человек, он знает, что нужно, чтобы правильно вести себя в человеческом обществе. И поэтому собаку, вот брат, он хорошо их наставляет, прям молодец. Хорошая очень, это нужно. Потому что без собаки тоже у нас частный сектор огромный такой. Лазят воры и так далее. Ну и вообще собака друг человека. Она может и, как говорится, приласкать человека, когда ему тяжело. Потому что дети тоже нечасто там подойдут и скажут, ну как там у тебя там здоровье, ничего. А собака, она всегда, каждый, только не успеешь прийти, она уже к тебе подбежит, уже лижет тебя там. Ну как, хозяин, как ты еще не помер, мне еще поесть-то, знаешь? Ну хотя бы за это, ладно. А дети даже за это не поблагодарят тебя. Я вот тут нашу одну сестру, у нее сын старший. И вот он услышал, как он о ней отзывается. Мне так это прям понравилось. Я думаю, ну, а другой наоборот совсем. Это невероятно просто. Этот мамочка, мамуленька там. Такой мамочка. У него другого слова нету. А у другого, моя, ну что это такое? Ну вот так вот бывает. А у других в тюрьме еще сидят. И люди думают, хоть бы он никогда оттуда не вышел. Мать так думает или отец. Наркоманы всякие. Это же ужас какой. Поэтому дрессировка, она очень важна. Вот Господь нас дрессирует, наказывает. Вот апостол Павел, я считаю, это наш как раз дрессировщик человеческих душ. Господь его избрал нашим дрессировщикам. И мы должны теперь слушать, как поступать, как себя вести. Но вот беда в том, что каждый из нас должен сам заниматься этим. Когда он уверовал, когда Господь тебя избрал в вере, когда ты родился свыше, теперь ты сам себя должен дрессировать. Тебе может брат подсказать, конечно, и так далее. Но кто лучше тебя может знать в свою душу, что у тебя внутри, что тебе не хватает? Только Бог. А Бог когда к тебе обращается? Когда ты с Господом, когда ты к Нему обращаешься. Хорошо, когда братья, сестры, чады остаются на занятиях. С ними легче беседовать. Очень легко. Потом договариваться очень легко в каких-то вопросах. Но когда человек уже выпал за эти границы, нету его ни на занятиях. Еще и в церковь там ходит редко. Как беседовать очень тяжело. Иногда не понимаем друг друга. А мы должны быть и недодушны, и и домыслины. Вот кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда? Когда мы находимся в общении. Вот в чем дело. И тяжело осознавать, когда ты находишься в общении с Господом, а кто-то из братьев не находится. И даже это братьев сложно называть. Вспомните у нас какие отпадения в последнее время были. Братья прям уходили. И из-за чего? Сами отрывают себя от общения. Какое-то учение свое придумают. И начинают его продвигать в жизни. Ну ты хоть... Ну, хоть напиши тогда что ли, чтобы можно было в чем-то узнать. А то вот что попало, начинают тебе говорить. И я должен почему-то соглашаться. Да такого нету нигде. Общение это на основе Евангелия, а не на основе твоих вымыслов. Евреям 9.19 Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь кельцов и козлов с водой и шерстью червленую и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ. Толкование. По закону. То есть, как Бог законоположил, чтобы заповеди его были объявляемы вслух всему народу. Или все заповеди по закону, то есть, что было положено законом. Почему же были окропляемы книги и люди? Или потому, что издревле предызображалась честная кровь, два слова с большим буквами. Кою окропляемся мы и сердца наши. Ибо сердца суть книги. Как и выше он сказал, вложу законы мои в мысли их. Евреям 8.10 Вода – символ крещения. Здесь берутся кровь и вода, быть может, для обозначения того, что из ребра Господа истекли кровь и вода. Быть может, и потому, что крещение – символ коего служит вода, возвещает смерть Господню, знак которой кровь. И соп же употребляется как вещество, сгущающее по причине его плотности, для подобной же цели служила и шерсть. Или так, как Христос – агнец, поэтому и шерсть червленая, чтобы и по цвету она имела образ крови. Крови. Завет, скрепленный кровью. Я хотел, сейчас тоже, когда читаю, вижу, о крови все пошло. В тот раз мы немного говорили о том занятии. Как раз обавили и упоминали. И вот, что так вот, кровь. Помнишь, когда кровь излилась? Мы тоже об этом говорили. Излилась кровь и вода. Иоанна. Из Иоанна. Евангелие Иоанна. Евангелие от Иоанна мы как раз читали. Об этом было. Излилась кровь и вода. Почему, говорит? Потому, что человек умер и разлагается на кровь, составляющие белки. Эти, которые в крови самой. И вода. Обязательно там вода есть. Присутствует. И когда это разложение произошло, на воду и кровь. Ну и сукровицы еще называют. Да. Но это вода. Там в основном вода. Аж 2. И поэтому все знают, все это уже смерть наступила. А если кровь еще кровь идет, даже пускай густая, еще жизнь есть. То есть, разложение происходит очень быстро. Поэтому, если разговор идет о крови, то это разговор идет о жизни. И написано, кровь Авеля вопиет. Да, Авеля же убили. Авеля убили. Кровь и вода истекли. То есть, из Авеля он тоже разложился. Да нет, тут именно говорится, что кровь Авеля вопиет. Так он же мог убить. Убил же и кровь издевать. Не кровь, а вода, а кровь на землю. Да, кровь. Когда убийство произошло, кровь попала на землю. И теперь земля вопиет от крови. Понимаешь как? То есть, кровь, оно какое-то чудо совершило. Сейчас будем снимать фильмы только какие-нибудь фантазии. Вдруг раз, земля заговорила, как бы открылась рот, уста. Да, и она говорит, Господи, ты не видишь что ли? Вот убийство произошло, и вот кровь там у меня здесь. Я не хочу, чтобы это было. Причем земля-то? Вот в чем дело. А написано дальше. И Евангелие нам говорит, когда начали приходить фарисеи-то. И обличает Иоанн Креститель и говорит им, вот, камни возопьют, говорит. Если я умолкнул, камни возопьют. Понимаешь? Опять же отношение к камню. Что, камни начнут кричать что ли или что? То есть нет, ну, здесь говорится о том, что Господь всеведущий. Он вездесущий. Он всеведущий. Да, это такой пример, что вы думаете, что ваше злодеяние, все, что вы делали, что не подчинялись Богу. И вы спокойно умрете, и будете там лежать, как у меня вот отец говорит, допустим. Да ничего не будет, просто меня закопают и все. Я говорю, отец, не будет у тебя никакого небытия. У тебя будет совесть, и ты будешь постоянно обличая меня. Почему тебе сын, мать, дочь рядом с тобой были? Даже маленькая внучка твоя, Соня, которая в церковь все равно ходит. И она тебе тоже говорила, дедушка, Бог есть. А ты отвергал. И что будет с тобой? Кто будет? Совесть будет вопиять. Совесть. Все равно придет такое время, Бог вложит это. И совесть будет тебя грызть так, что ты будешь себя чувствовать в аду. Вот в чем дело. Не то, что Бог сотворил ад, теперь ты будешь мучиться. Все сотворено для того, чтобы ты знал, что Господь есть, а ты не захотел познать своей свободой, своей жизнью свободной, всем благодеянием, которое Господь тебе даровал на земле. Ты так и не осознал, кто тебе это все дал. Природа, природа, природа. Везде только звучит. Нет оправдания. И даже идут на то, что я от обезьяны, лишь бы только не исполнять заповеди, учения Господня. Поэтому вот кровь. Кровь это жизнь. Вот в чем дело. Агнец изливает кровь. Вот грехи мира. В чем дело? Кровь излилась из Агнеца. А это чья кровь? Кровь Христа. И выше ничего не этого оказывается. Кровь Христа оживила все. Оживила нас и дошла до нас. Сейчас до Барнаула. Вот сейчас она оживила нас. Это кровь. Возопила к небу. Оказывается, на небе кровь такая, что она оживляет все. То есть кровь Авеля обратилась к крови, которая на небе. Которая изливается Христом. Как соединение какое произошло. И говорит, правда приникнет с земли, и истин явится с небес. А правда? Так а правда это и есть истина. Так вот, оказывается, одно и то же это. А почему? Да потому что созданный Адам, это по образу и подобию Божьему создан. А как мы это видим? Да Христос был в Адаме, безгрешным. Такой же был, как Адам. Тоже безгрешен. Ну, глубоко закопались. Ну, в пределах Слов Божьего. Евреям 9.20 Говоря, это кровь Завета, который заповедал вам Бог. Толкование. Христос же говорит, сие есть кровь Нового Завета в оставлении грехов. Матфея 26.28 Там и не Новый Завет, и не оставление грехов. Посему видишь ли, что кровь он назвал Заветом. Так что необходимо разуметь смерть, где говорится о Завете. То есть, кровь Завета, то есть, кровь смерти, что это получается. Кровь Завета. То есть, мы должны умереть. Все человечество должно было умереть, потому что согрешило. А теперь этого, Господь говорит, я. Возмездие за грех смерти. Кто-то должен умереть. Это Божий Закон, без этого никак. Новый Завет. Завет человека с Богом. Исправитель, как говорила, о Отпущении. Брат говорил о Козле Отпущении. Какой ассоциации? Козел Отпущение. То есть, все согрешили, но нашли какого-то. Одного. Он пошел по рогозу в Луфе. Отсидел, как говорится. Нашли Козла Отпущение. А Он и не виноват с Робой. Также вот и Христос, Он не виновен. Он, получается, за нас умер. Поэтому и мучеников, христиан, мучили, кто злодей. И они же их обличали. Они ничего такого плохого-то не сделали материально. Они просто им говорили, указывали на их грехи. На то, что они злы. И тем этим не нравилось. Потому что дела их были злые. Поэтому они выбрали темно. Их убили. К твоим словам еще. И вот дальше являет Ян Креститель. Сиагнез, который берет на себя грех мира. И никто вопросы не задавал из фарисеев, книжников. А вопросы задали простые люди. Войны. Понял? Почему? Войны сказали. Что нам делать? Нет. Об Иисусе Христе задали вопрос только два человека. Это были кто? Андрей и Иоанн. Ну, ученики. Да, они спросили, где живешь, Рави? Они вопросы начали задавать. Как? Ну, хотя бы так бы фарисеи начали. И через это, всего-навсего, где живешь? Пойдите за мной и узнаете. То есть он их пригласил. Идите за мной. И они пошли. Тут он не стал ничего им объяснять, Господь. А почему? Нужно потрудиться теперь. Разум должен трудиться. Теперь они идут за ним, за Господом. И идут и думают. Так, мы ученики Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель сказал, «Се Агнис, который берет на себя грех мира». Вот оно. Явно указал на него. А он нам ничего не говорит. И мы сейчас за ним идем. Сейчас идем, идем, как два дурачка. Сейчас придем, и ничего не будет. И они идут дальше. А ведь, ну, это надо было мужество. И вот то, что они прошли за ним, да, дома, и потом получили наставление, это было дело. Это дело было. Вот они ногами шли за ним. Что у них там в голове в этот момент крутилось? Ничего нового они не узнали. Одно только. Грех мира, грех мира. Грех мира кто может принести? Да только Мессия. Грех мира. Это, ладно, Иоанн это тот пророк, которого Моисей послал. Но дальше-то, где тот пророк, который спасет нас? Вот оно же. Вот про него же он говорит. И они идут с этими мыслями-то. Вот в чем дело. А почему фарисеи с книжниками не пошли? Потому что гордость помешала. А этим двум простецам ничего не помешало, двум рыбарям. Нет. Не так. Это Бог избрал их. Их избрал. Это избрание Божьего. А они не могли. У них не было ни Духа Святого. Но он их избрал. Потому что они, ну как бы, Богом избранные. Они шли. Они не сами шли. А Господь им помог. Это трудно. Господь помог. Господь им и раньше помог, когда они Слово Божие читали. Или слушали. Когда говорили. Они внимательно слушались. И никакие фарисеи-книжники, никакие митрополиты, никакие супер-священники не отвратили их. Потому что священники-то там все остались. На том берегу митрополиты. А Бог охранял их. Берег их. Я не понял. Вы за кого за нас или за медведя? Что вы уговариваете? Вы кого уговариваете-то? Все уже случилось. Они их не стали слушать. А пошли сами за Христом. Вот в чем дело. Только два человека. Ну пошли. И от этого вот 12 учеников, которые потом разошлись по всему миру. Еще сколько отошло людей. Евреям 9.21 Так же окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Толкование. И это было прообразом. Ибо скиния это мы. Согласно следующим словам. Вселюсь в них. И буду ходить в них. 2 Коринфянам 6.16 Мы и сосуды в большом доме Божьем. Одни золотые, другие серебряные. 2 Тимофеев 2.20 Итак. Мы были окроплены истинной кровью Христа и освящены, будучи крещены в смерть Его. А вот окропление кровью я даже, ну, как бы, то есть они, получается, сосуды, они, как бы, ну, в крови были, скинию. Ладно, водой крапит, батюшка, как-то, а вот представьте, сейчас бы вот кровью, мы стоим такие, на Пасху мы, батюшка, раз, и мы все в крови такие радостные стоим. Ну, это леткозаветнее. Вот, ну, нам сейчас представить, как бы, это тяжело. А ты видел, как кровь разлетается, когда крапятый? Нет, где бы ее? Ну, вот, палец порежешь, палец или что-то порежешь, да? Ну, и кровь капает, и ты вот так обычно стряхываешь, и что бы тебе это... И вот кровь стряхываешь, она такими мелкими-мелкими бисеринками ложится. Она блямбой не идет. Она блямбой не ложится. То вот так вот и раз, хлестнула, она такая, как сопля, упала. Она так не разлетается кровью. Она как-то тут, да, как-то тут. Такими мелкими-мелкими совершенно верно. Вот так берешь ее, вот так вот, раз, и она прям, чик, вся разлетелась, и нету ее, ничего не видно. То есть, и он вот так и крапил, брал вот так вот кровь, и вот так крапил, вот так. Разбрызгивал везде, и она мелким-мелким везде бисером. Не то, что там как шмякнул, вот так, ты представляешь, как дал батюшка кистью. И так прям, оба. Дурак, она немножко не такая субстанция, как вода. Нет, все. И кистью-то не было, ты представляешь, такую кисть крови сколько надо? Там надо быка. Мало ее было? Мало. Не много. У человека же мало, 2 с половиной быка. Человеческое небо. К спине все окропить надо, там, я не знаю, там, знаешь, лаброй, наверное, окропить. Какой-то, не знаю, там, королемед. Брат, я думаю, что многие люди так, как ты представляешь, что взял пулевизатор такой, вчера, кстати, с Марины купили. И шланг такой там качают на телевизоре. Брат, даешь ты. Все это было написано перстом, перст, вот так закладывают перст и перстом, вот так. И опять перстом. Вот так вот пошел туда, покропил туда. А потом посмотрел, потолок-то, да, там же нету, подпрыгнул, как баскетболист Шакила Анил. Чувак-то. Ничего этого, брат, нету. Просто покропил, все в простоте. Никто там, Господь, там, вот 10 метров высота была в Скине, святое святых. Мне вот все, все попроще было, брат. Мне задавался такой вопрос, написано, что душа находится в крови. Ну да, да, да. Душа животного. Что? Животного. В крови животных. Да. А у человека? Вот, душа, то есть, ну это что такое? Душа еще, жизнь, жизнь в крови, понятно. А, в потере крови животное, оно умирает. Да. И душа уходит в землю. Да, в потере крови человек погибает. Но у человека не в крови душа. Почему? Чтобы разделить разумность от неразумности. Надо же, как-то было. Господь так разделил. Это не значит, что там собака лапку порезала, там у нее там часть крови вышла, и часть души улетела у нее. Нет, конечно. Пока живет она, пока кровь у нее, там есть вот душа собачья. Душа человека, душа собака, душа собака, не только собачья, это животного любого. Какой земли, да? Вот спорят еще, есть ли у животных душа. Ну, конечно, есть. Как же нет, они бы не живы. Конечно, есть, ничего себе. Они плачут, ты же, как тебе-то не знаю. Они плачут, страдают. Вот сейчас, в воскресенье мы едем с Мариной, и собак не берем в машину. И начинается воскресенье, они с утра уже не такие. И когда наступает время, когда мы выходим, они расползаются кто куда. И карамелька, которая у нас, она прям от жены не отстает. Ее не найти. Вот она, я сейчас пошла с ней прощаться, карамелька, мы уезжаем там. Все, она ее не может найти. Где? Она все спряталась и знает, ее не возьмут. И уходит, хвостик подожмет. Страдает, страдает. Сто процентов. А коровы там, говорят, быков на бойню везут. Даже коней. Коней, когда их начинают забивать, они чувствуют это. И говорят, слезы текут у коней. Что там говорит? И благодарность у них же есть. Но совесть же их не будет мучить вечно, как душу. Потому что они за нас страдают. Они не так в рай попадут, как мы. Они же не греют. Но вот Игнатий Тихонович утверждает, что у животного нету бессмертной души. А, ну понятно. Естественно. Но изначально же их тоже Господь бессмертными сотворил. Не было же смерти до вертопадения. И что ты заглянул? Ну да, глубоко, в Верхий Завет. Это не написано. Да. Они же не умирали, животные. Не умирали, не размножались. Ну да. Все, что было, что нет. Ну конечно не размножались. Нет, все, что сотворил Господь в семь дней, то и было в раю. Ну да. А после грехопадения... Размножайтесь, это что после грехопадения вы сказали? Это... Ну и что? Плодились. Так и человеку это было же сказано. И человек плодился. Нет, нет, нет. Нет, нет. Как плодился? Где он? В раю плодился? Человек. Сережа, договорились. Ты что, брат? Ты что, брат? И животным, и человеку было сказано до того, как плодитесь и размножайтесь. В раю было сказано еще. Поэтому и человек не плодился. И написано только после того, как согрешили они. Когда были изгнаны, тогда познал он Еву, написано. Познал. Тогда он понял, что ему там не хватало в раю-то человеку. Почему он ни одно животное не мог выбрать себе в друзья. А пришлось Господу творить еще одно существо, которое монахи еще в восьмом веке не могли признать человеком. Говорится, с перевесом вы одного монаха признали, что ну да, женщина тоже все-таки человек. Как будто Библию не читали. Да, как будто Библию не читали. Действительно. Так долго спорили. Но если в Библии написано, что сонаследница вечной жизни. Там написано самое главное, утлый сосуд. Утлый сосуд. И женщина действительно утлый сосуд. И обязательно нужна помощь. Обязательно. Но нужна помощь, а не обуза еще одна, как уже мама моя с отцом. Я говорю, ну что там отец? Да вот опять крест мой. Я думаю, господи помилуй, ну как же так ты сотворил для женщины? И за хозяйством ухаживать. Еще и мужа на себе тащить до конца дней. Ну вот так вот муж себя поставил. Что теперь сделаешь? Так тащится все это. Допускай хоть по-моему, тут буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Как будто болельщики. Чемпионат мира. Видел ролик, патриарх призывал молиться за наших футболистов? Да вы что? Ну что-то слышал. Не знаю. И должно назваться футбольный патриарх. Я даже не смотрел. И одна сестра, но по-моему, что-то на другое там тоже как-то. Она написала не обмерщение церкви, а обмерщление. А и Виталий Кареников говорит, что точно все мертвое. Евреям 9.22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Толкование. Для чего прибавил? Отнюдь. Для того, чтобы там не было несовершенного очищения. И несовершенного отпущения грехов. Ибо как это возможно, когда грехи не отпускались? Тогда разве не отпускались грехи, когда животных приносили их жертву? Ну они не отпускали их. Они просто приношились жертву и все. А чтобы отпускались? Все же. Когда отпускали, они как бы... Они просили Господа просто. Но они не отпускались. И все же шли в преисподнюю. Если бы им отпускались грехи, то они бы не шли в преисподнюю, куда потом Христос пустил. Но они, наверное, надеялись, что когда-то будет отпущение грехов. Но об этом, конечно, есть. И они же молились, когда козла отпущения отпускали. Они молились, Господи, наши грехи так же отпусти, как мы козла отпускаем. Ну, конечно, молились. Ну, что грехи отпустили из тебя, это... А они одного козла избирали из всех козлов, которые хотели заколоть, что ли, получается? Одного отпускали, так же, как воралов, что ли, получается? Да. Там, самое, одного козла закалывали, а другого отпускали. Кровь-то его надо было принести на главу этого козла, чтобы покрапить его. Теперь она ушла, кровь куда-то там непонятно. Как Господь, говорит, разодрал рукописание о грехах наших, забросил, говорит, за свой хребет. За спину вот так, ну, как разрывают, я так бумажку хоп бросил. А сатана рядом с ними говорит, гляди, гляди, видишь, они какие грешники. А Господь посмотрел, а я этого ничего не вижу, потому что я их избрал, отец мой избрал, а я их принимаю. Все. Вот так. А там, может быть, огромные долги были. Ничего не заметил этого Господь. То же самое. Я сказал, что грехи загребут. Я недавно в интернете увидел, говорит, Всю православие, всю православную веру можно выразить в двух словах. Это сразу приносит. И два слова. Прости и люблю. И все. Господь нас простил и полюбил велики наши. Вот и все. Прости и люблю. И прощение, это великий дарь. Вот вот злопамятство, это, конечно, сатанинство, вот такой вот человек, когда мучается. Это лустика тоже. Вот он, почему и в армии так вот сразу. Вот он отозвался, типа, и он встиг, они, то есть, раз мой народ этот, то и мне, значит, надо вас вместо. А потом у него, как пелена, с глаз спала. Я же, говорит, буду свой народ стрелять, с которым я... У них такой же украинский паспорт. С чем это правда убийство? Это грязь, от нее бежать надо от войны, а не участвовать в ней. И как христианину, будучи крещеным. И он наивно полагал, что приняв правильное крещение... Можно убивать. Он избавится от злопамятства. То есть, он думал, что что-то в обрядности такое. Вот обряд неправильно совершили. Вот я теперь правильно обряд совершу. И вот я недавно читал слово обряд, ну, такое ряженое, то есть, ну, нарядился, то есть, он как артист получается. Значит, слово Божие не знают. И обряд, понимаете, раньше не было такого слова обряд, это его потом, позднее вынесли. Раньше было слово чин, то есть, чин крещения, чин там прощения, чин благородное слово. А обряд это что-то такое, вот обрядить как бы. Ну, это ритуал. А я так поняла, значит, он совершенно неверующий. Если он даже вот этого не знал, даже в крещение приняв, он собрался идти воевать. Я считаю, что он вообще неверующий, он не знает слово Божие. Он знает слово Божие. Он говорит, он духовный, у него духовное рассуждение есть, но у каждого человека, духовного даже, есть борьба, брани. Вот она будет до конца дней. Сатана борется с Богом в сердце человека. Я с черевогонями борюсь, кто-то с ленью борется, кто-то со злопаместом, кто-то... Ну, а заповеди Божьи, не убей, а он собрался на войну идти, после крещения? Он не собирался убивать. Он собирался людей лечить. Ну, тогда другое дело. Лечить, но при этом он говорит, что там, я говорю, иди, но только оружие в руки не бери, вот, потому что у нас допускается идти в армию медикам там и саперам можно идти, и мины там разминировать. Иди на минное поле, подрывайся сам, он должен жить никому не отнимать. Говорю, оружие в руки не бери. Он говорит, меня, говорит, заставят. Вот, я говорю, тогда я не хотел. Господи, детворать, все равно придется стрелять. Что-то, это же война. Саперы, ты поглядь, как они обряжены. Они лучше, чем экипированы, чем простые солдаты. Солдаты. Да, вот сапер идет, а у него автомат. Потому что, если засада, ему придется жить. Обязательно засады. Вообще, это засады. Эта армия. А Господь дал. И он, читая Евангелие, у него слезное покаяние, именно что-то он там прочитал. Но я ему там местописание вложил в мечтую. Вот, ему для примера славу Волкова привезти нашего, который учился в летном училище, на четвертом курсе. Уже летчиком должен был быть. Какие там привилегии были бы. Ну, если бы он там не упал в Афганистане или в серии где-нибудь. И что, и бросил все. Бросил, отказался. Пришел, заявление написал, все, я не учусь, потому что мой Господь сказал мне, что любить врагов и все. Да я, даже для меня было изумление. Я говорю, славик, как ты написал? Все, говорит, все, ушел, все. Ну, я помню. Я говорю, ну ты же мог закончить, куда-то в гражданское там пойти или что. Да, не надо мне это ничего. В гражданское, говорит, а потом скажут, давай, служи там. Нет, нет, ничего не надо мне, все. Все, я отказался и все. И Господь дал веру и семью хорошую. Сейчас пойду в старобраться. А мне почему так вот легко было с Рустиком общаться? Меня тоже Сатана на эту удочку поймал. Я в армии не служил, как бы я, будучи верующим уже, два года назад я принимал участие в соревнованиях по военно-прикладному собаководству. То есть я занимаюсь спортивно-прикладным собаководством, а тут решили, ну, правила похожие, только нужно, помимо того, что показывает, что направление собакой, нужно самому уметь стрелять и бросать гранаты. Ну, я думаю, ну, гранаты, ну, что там, мы же в школе бросали там, на дальность, то дальше, кто меч, и ножи я метал, там, ничего такого, как бы я не... Брат, он этим, айкидо занимался, как бы, и я тоже рукопашкой, там, морды чистили друг друга. Нас так воспитывали, на следующий год у меня тоже какое-то озарение было, но я же беру винтовку, хотя бы, что это... А какую винтовку-то, пневматику? Пневматикой, приками такими, я стреляю по мишени, но мишень круглая, а до этого я смотрел ролик, священники стреляют из автоматов, а у них мишень не круглая, а вот так вот, то есть голова и плечи видно, что это... И я еще в этом, в кружок слова-то помнишь, мы там, или нам этот фильм патриотически показали, где священники-то, с автоматоматом я даже, стишок потом после этого родился, что попы учат разбирать автоматы, там, на скорость, сами там, да, чего вы учите детей, ради чего на скорость эти автоматы разбирать, и он потом Рустика, говорит, я представил, я буду этот автомат разбирать, его смазывать и идти, вот, его Господь основал, Господь именно Словом Божьем остановил вот этого греха, создал злопаминство, может, он от злопаминства тоже избавится, но там, конечно, тяжело идет, я ему говорю, ну зачем тебе эти 25 тысяч, ну ты вот 8, зато на душе чистый, он говорит, после этого, так на душе легко стало, видно, совесть умучила, 25 тысяч, и не подумаешь, я же никого не буду убивать, ну подумаешь, там, постреляют, ну подумаешь, я тоже, ну подумаешь, я там, на следующий год я уже не стал, я отказался от участия, хотя я эти соревнования выиграл, все там, что там, приезжать, да выигрывать, ну, я в школе-то учился, я и стрелял, и гранатами, и все это, и в военно-патриническом клубе, я там был, в общем, как Геннад Тихонич готовился стать террористом, а потом, не отнимать души, а наоборот, ко Христу обращать души, восхрешать, Господь как переворачивает, у сатаны одна работа, извратить Божие Слово, а Господь... Ну ладно, давай, сделай так, чтобы Рустик стал, ну, хотя бы, врачодором, а то Рустик какой-то, Рустик. Ну, это, это, что? Рустик, я так понял, он хрестился, прям этим, и есть Святцев, да, и Рустам. Ну ладно, пускай Рустик это будет хорошо. Он так себя сам называет. Посмотри, по-моему, есть Рустик. Рустама, Рустама. Нет, Рустама нету, Рустик есть, конкретно Рустик, да. Я-то сначала думал, что это сокращенно, да, если и правда, Рустик. 29 лет, по-моему, ему. Если с Украины, вам не путем. Но Рустик к нам не едет. Говорите к нам, вот такие. Почему? Нет, он не против приехать, если здесь работа будет. он приедет сразу же. А орля-то учатся летать. Давайте, пускай им там учатся летать. Пусть они от этой войны бегут. Господь учил, гонят в одном городе. Бегите, другое. У меня тоже ученик занимался, по контракту пошел в армию. Я говорю, не ходи, варенчонки не бери. И он мне буквально на неделю, я увольняю. Я говорю, слава тебе, Господи. У нас вот еще Никита, брат наш, Рустинов, немножко осталось ему там откувыркаться. Сколько? Хорошо у него ракетные войска. Ракетные войска это настоящее моржовое лежбище. Никого убивать никого убивать не надо. За моржами смотри, ходи на пляж. Ракеты как моржи лежат. Прошелся, посмотрел, автомат куда-нибудь в кусты закинул, чтобы на легкие ходить можно было на часах. Нормально все. Ну так и есть, конечно. Ты что не знаешь, Ракетные. Противовоздушная оборона. Ракетчики, зеничники. Но стреляет же все равно по учению это бывает, стреляет. А он может и строить и расскажет. Он водителем, скорее всего. Он же здесь медномеханика учит. Водителем сделали. Водитель это вообще само то. Они вот так ездят. Проехали туда-сюда по дороге пешком. Зачем бездельствовать? На танке ездить, мне понравилось. Как на Волге едешь на танке. Поездил, потом спать влю-лю. Хорошо такое поюхарить. Можно мне это сказать? Там около Контошина есть ракетные войска по Бибийской дороге. Они настолько тяжелые. У меня там подруга живет в деревне, там 3 километра. Весной всегда у них как учение. Они даже все дороги разбивают. Настолько они тяжелые. Они далеко не ездят. Ну они по деревне проехали. До магазина я потом снова каждый год ремонтируют дороги. За их счет надо ремонтировать. Ну конечно. Дурь, маяц. государство ремонтируют. Сразу приезжают. А сегодня это расфекречивают эти архивы. Вот это парады на Красной площади, которые когда еще Сталин сам был, там мощь-то показывали. Там половина этих муляжей было картонных. Стояли, по два раза они прокручивали, чтобы было. А иначе пройдет и все попало. Через 200 отказано, что ничего у нас такой кнопки не было. Все это как говорится. Так, не рассекречивай наши секреты. Кнопки были и не одна. Да сейчас на путь. Ой, хватит, что не было. Вот радует, что там к НДФ с американцами договорились хоть ракетами пуляться. Как там это новости и там такой заголовок. Ну вот, мужики, два мужика померили с ракетами и успокоились. да нет, не договаривались, а померились с ракетами и успокоились. И успокоились. То есть у всех все одинаковое, все нормально. примирились, что там говорили. С Гитлером они же тоже примирились. Пакт был. Они нападения гитлера, Гитлера со Сталином путать нельзя. Ким Ирсена с этим, с Трампом. Ким Ирсену вообще по-нашему переводится какой-нибудь Винни-Упух. А этот Трамп это клоун бим или бом как хотите. У него такой чуп этот как у клоуна. Трамп на русский переводится козы славный малый. Еще один перевод на русский язык. Словарь открываешь Трамп козырь. Козырь или славный парень славный малый. Короче парень рубаха. Евреям 9.23 Итак образы небесного должны были очищаться сими самое же небесное лучшими сих жертвами. Толкование небесными называет то что у нас что касается церкви выше сказано в каком смысле церковь неба. Посему образами и прообразами наших священно действий было то что употреблялось у иудеев. Поэтому и очищались кровью козлов и пеплом телецы и прочими столь же незначительными вещами. Самое же небесное подразумевается то что принадлежит церкви нам так как наши лучше иудейских и лучше настолько насколько небо лучше земли и действительно им обещаны земные блага а наше наследство небо то по сей справедливости наши священно действия достойны лучшей и более величественной жертвы крови сына божия очищающий нас более совершенно таким образом смерть Христа произошла не только для утверждения завета но и для совершения истинного очищения очищения души о благодеяниях же смерти он напоминает потому что многим она казалась бесчестной и особенно крестная смерть да то есть многих иудеев это конечно очень сильно смущало что сильные будут слова какие ну вот это все что истинное очищение да все да евреям обещали земные блага да сколько давай вспомним что им 22 минуты 22 земля обиталанная бьет такой наград да евреям 924 ибо христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо божие толкование иудеи очень превозносили своим храмом ибо нигде на земле не было такого храма ни по красоте ни по великолепию ну-ка уйди оттуда уйди оттуда уйди я говорю с табуретки оттуда и табуретку с собой захватить куда уйти вот сюда зайди Васяк хоть куда уйди оттуда я тебе сказал не садись на проходах никогда пожарник иди вон на лавочку и сядь да и сиди тут потихонечку что у тебя тут не сидится хватит ходить как штаны наложивший разверни плечи иди сюда к нам что не надо что не надо пускай человеком будет что клоуна если шуток горохова делает да видел я тебя как ты ходишь по улице иди сюда нормально зайди покажи всем как ты какой ты нормальный мужик покруче не ухочешь толкование иудеи очень превозносились своим храмом ибо нигде на земле не было такого храма ни по красоте не по великолепию так как иудеи увлекались телесным то бог повелел соорудить его великолепнейшим образом поэтому к нему приходили даже с концов земли книга деяний 2 глава 5 по 10 стихи что же делает павел как поступил он по отношению к жертвам и не спроверг и противопоставим и противопоставим им смерть христа так и здесь противопоставим храму неба показывает различия прочие но и чтобы показать что наш первосвященник ближе к богу ибо ветхозаветные первосвященники видели бога через символы христ тоже созерцает самого бога явившись цитирую пред лицо божие это сказано по снисхождению его по его человеческой природе что значит за нас вошел говорит с жертвой могущей умилостивить отца а также примирить нас с ангелами ибо и те враждебно относились к нам как врагам господа их посему ныне является за нас ныне обозначает что он вошел как первосвященник ибо вошел ради нашего имирения вот Лена видишь за нас написано помнишь что это сопротивлялось не для а за песнопение которое мы пели может забыла а нет помнишь про блаженство а при чем тут для нас или за ну ты говорила что ли почему за я не это говорила почему так за луны напомнил это ты последний раз говорил а до того как ну ты запомни просто что за видишь за нас а ты говоришь для не для а за нас не для нас а за нас не для и для и для и для Вот запомнит за... Хорошо, спаси Христу. Слава Христу. Вот молодец. И за тебя, мой друг, и за тебя, мой брат, он победил на той горе и смертью. Вспомнила? Ну все, на камеру. А ты говоришь, а почему не для? А потому что за. Заменил. Для нашего спасения Бог сотворил. Брат, ой, Боже. Я не спорю с тобой. Сестра. Заменил нас. За поэтому. Да. Ну, у нас заместительность жертвы, я знаю. Я сейчас не помню, про что речь вообще. Ну, ты не помнишь, я помню. Я понятия не помню, для чего. А я вот помню, что ты говорила. Почему я должен все помнить за вас, крыльями? Заботник. Тут можно и за, и для. За нас, то есть вместо нас, а для нас, да, для нашего спасения, чтобы мы были спасены. То есть одно другое не заменяет, но... Ну, я хочу вам сказать, что это баптистские песнопения. И сначала там стояло слово «для», у них прям, да, прям «для». А потом, когда они начали петь, видать, кто-то им подсказал, и они заменили «для» на «за». Видать, кто-то углубился и сказал «нет, для этого поверхностного». А вот «за» тебя, брат. И вот они, если это песнопение, поют «за». Но мы же не могли ведь войти на этот крест, в принципе. Только Христос мог. Если углубляться-то так. Ну, углубись как следует. Могли. И достойны. Хрестные и погозные смерти за наши грехи. Я думаю, что ты стихом вешали всех подверг, кроме Христа еще двоих распяли. Но воскреснуть мог только Христос. Вот. Незадолго до этого сколько гладиаторов распяли вдоль Апиевой дороги. Это только выжившие. Там десятки. Сколько там? Шесть тысяч только вдоль Апиевой дороги? А вообще сколько? Там десятки тысяч было. Десятки тысяч. Бог весть. Там пятьдесят тысяч штук армия была вся. Или семьдесят. За что их? Я что-то не знаю. Восстание. Восстание Спартака. Четыре года война шла. Восстание Спартака. Римская армия непобедимая не могла справиться с рабами. С 1975 по 1971 год бились. Уже даже Юлий Цедрин шел на выручку. Если бы не удалось. Кроссу победить, то Юлий Цезарь бы уже подошел. А с Испанией шел еще Август, по-моему, от Ревианта. Или Невонт. Там, короче, три армии уже с трех сторон шли. Каждая по сто тысяч. Уже, в общем, вопрос был только с честью умереть для Спартака. Там победить уже было невозможно. Поэтому крест был всегда, да, это правильно. Вот эта вот тема о рабах. Вот интересно, как и апостолы там наставления рабам дают, да? Даже Христос там где-то давал. Ну а что вот людей? Это не о тех рабах, наверное, имеется в виду, которых насильно идут, рабство обращают, колонизируют. Разве это нормально? Это же плохо. Они, некоторые, даже сами царями были. Зачем это вообще все делается? Почему они должны в данном случае тогда подчиняться? Пришли завоеватели, как фашисты. Завоевались, разграбили, уничижились и все прочее. Да, сестра задает вопрос в конце службы. Ой, в конце занятий. Рабы отличаются как-то между собой? Или, согласно, прислуга с рождения растет, вот она там была изначально, испокон веков рабы были? Ты коммунист? А ты что, контра? Я против вообще населения. Я хочу, чтобы все, как христиане, мирные были, да, любили друг друга. Он моих бронепоезд ставил на запасном пути. Ну, когда вот это вот идут войны, захваты, вот это чужое отнимается, убивается, захватывается в рабство, почему они должны не сопротивляться? Почему они должны не сопротивляться? Голову отрубили, и все-таки... Потому что грешны, и Бог попустил, любя наказать их. Бог, кого любит, того и наказывает. Почему Христос нигде не поднимал наставшие? Вас угнетают римские вот эти, давайте соберемся за вилы, за копию, давайте их свернем вот у вас. А у них такая была надежда на этого мессии, что когда-то он придет, и мы... Мы станем господствовать над всеми, все гои. Сколько нас можно мучить? Мы должны, мы, мы должны сидеть, сливочки собирать, а эти пусть пашут, скоты. Как они, гои, 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 это... Это Господь, говорит, есть богоиспранный народ, они же как у них учения. А есть гои, но их, чьи бог, где-то скоты. Но их, чтобы нам так не было противно, Но они вот в человеческом обличии. А вообще они как скотин, на них можно пахать, на них можно, там, я не знаю, Зачем еще скотин использовать, для чего? Ну, не вышло служиво. Шкурку с них, там, овечку, там, да. Вот, поэтому, Лена, тут Господь сотворил народы, и Он может один народ просто, как Неневию. Вы решили Неневить они? Содом и Гамора. Ну, он их жег огнем, и могут послать на них, там, Гитлера какого-нибудь. Взяли это атеистическое учение, и весь народ за этим учением пошел. Вот на тебе Гитлер появился. А зачем пошли? Бич, в общем. Бич, да. Поэтому, если с этой стороны смотреть, Бог, кого любит, того и наказывает, и со смирением принимать эти наказания, скорби, и через эти скорби идти в Царство Небесное, тогда и воевать не надо. Больший вопрос, насущнейший, не о рабах, а о современных рабах. Это коммунисты. Ну, это наиболее важный вопрос. Потому что тайна беззакония, это относится к коммунизму до последних дней. Учение коммунизма до последних дней ни себя не изживет. Сейчас шесть стран имеют в своих гербах калашников, автомат советского производства, в гербах. Где-то больше 20, около 30 стран имеют в своих гербах пятиконечную звезду. Пятиконечная звезда – это знак каббалистический, знак сатаны. А вот про нее звезда Бога Вашего Римфана, вот это про нее написано? Поставили? Ну, можно ее взять. Можешь ее взять за основу. Коммунизм. Вот сейчас Трамп договаривается с коммунистическим вождем КНДР. Там коммунизм все еще. Вот что страшное. Там порабощение, полное порабощение грехом. Бога там никак не может быть. Даже если там они что-то говорят о Боге, но это не тот Бог, не наш Бог. Милосердия и добра. Даже фашизм неркнет. По сравнению с коммунистической идеологией, которая человека делает рабом греха. Прямо. И все вот эти, запомнил, войны и революции, именно сатана берет вот эту подоплеку защита униженных и оскорбленных. И ты встаешь на эту защиту и идешь убивать. Ты благородную миссию как бы делаешь. Сатана тебя вкладывает в эти уши. И ты идешь за справедливость. И написано, и многие будут вас убивать, думая, что тем самым служат Богу. Это те ревнители были, чистоты веры просто. Это, я думаю, другое. Это эти фарисеи, которые за чистоту веры, как паймал, боролись. Вот почему они убивали. А не потому, что у них захватнические, освободительные войны. Это другие войны. Но, да, другие. Захватнических войн никогда не было. Все войны, они во благо всех людей делались. Любая война, допустим, римляне. Они почему шли в ту или в другую страну? Не для того, чтобы там у них было больше золота. Или что они говорили, что они идут освобождать народы от варварских... А, как Америка сейчас всех освобождает. Идолов их в свой пантеон брали. То есть веруйте в своих богов. Единственное, что вы неправильно живете, мы вам правильно покажем цивилизованную принесли власть. И так далее. Всегда это было... Одни коммунисты шли странным образом. Они шли переделать человека. Причем не просто там ему дать чубчик какой-нибудь рыжий сделать. Или шестой палец нарастить. Они внутреннюю сущность человека переделать. А, после вот так же шли, Господа обращали, внутреннюю сущность приняли. Духовные возрождения, спасения тоже шли. Только эти шли ради Христа, а те равно что-то не получили. Ну, думая, что делает так. Ни один же, наверное, коммунист не думал, что он дьявол будет. Вот такое обольстение... Естественно, не думал. Конечно. Как он мог думать, если они вообще религию никакую не принимали? Никаких мировоззрений религиозных не принимали? Ни в бога, ни в черта. Мы живем в таком мирном месте, в огороде. Не смотри, что солнышко светит, все растет, красота. И вообще вот это, вот остальное в мире, что творится, оно тебе так кажется далеко-далеко. И не воспринимается. Ну, единственное, новость, вот посмотришь, поухаешь, пахаешь, помолишься за кого-то. У нас еще такая благодать, не знаю, сколько еще подлится. Но мы так далеки от всего вот этой политики, от всего вот этого. От рабства и все прочее. Мы все только в государстве. Ну вот в Москву едут тоже там с Саджикистана, с Узбекистана на заработки. Они же в рабы добровольного рабства, им все не пометят. Почему в рабство? Рабство ты принадлежишь с потрохами кому-то. Ты не можешь без разрешения выйти никуда. Это не рабство. Это не рабство наемное рабочее. Я иду за эту плату, которую я оговорила, я могу не пойти к нему. Могу пойти к соседу в работу. Нет, ты что-то путаешь. Рабство это ты безоговорочно принадлежишь. Тебе не платят за это, ничего, кусок хлеба дают, ночлежку и все. И попробуй убеги, тебя поймают и там запурят на сверхплетели. Ты ничего не будешь. Ты собственность просто. Как собака. Даже хуже. Собаку-то ты любишь, а рабу-то не каждый еще. Ну, однако, вот была стоимость раба 30 серебряников. Об этих 30 серебряников говорится и в Англии. За Христа довали. Это не большая отход? В чем дело? Это самое не такое нехортное. То есть за 30 серебряников мог купить человека, и ему не платить он был обязан. А где место? Там только что, землю купил за Шичник? А где что это? Цена раба? Цена цененного в пророчестве написано. А почему что раба нет? Цена цененного. Ну, это Христа имеется в виду, пророчество. А почему раба? Ну, это место конкретного. Нет, это не место конкретного. Это просто цена раба. Средняя цена. Именена была эта самая, вот, все люди. В то время раба можно купить за 30 серебряников. В то время как раз это было. Ну, и землю тоже можно купить за 30 серебряников. Фу, слава тебе, Господи, что они попали вообще. Хорошо, еще можем заниматься и Бога славить. Сколько людей лишено во всем мире. Этого счастья. Еще не хотят, я удивилась, Дионисий нашелся священник, который хочет вести занятия, а люди не хотят его слушать. Вот это тот интерес. Если священника не хотят слушать, других больше вообще никого не будут слушать. Какой Дионисий? Ну, просили молиться, в деревню приезжал который. Ты говорил, ты рассказывал. Ты же рассказывал. Ну, давайте помолимся. Спасибо. Достойная всякого истину, блажите Тя, Богородицу, Туисно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Террумин, И славнейшую без сравнения с Серафим, Березгения Бога снова родшую, Сущую Богородицу Тя величаю. Благодарим Тебя, Господи, за то, что сподобил нас в этот воскресный день, собраться все вместе, послушать Слово Твое. Дай нам все услышанное запомнить, правильно понять, истолковать. И пошли на нашем пути людей, которые так же, как и мы, жаждали бы слышать Слово Твое, искали бы правды. Наполни наши уставы благовестием. Не дай нам забывать, Господи, что Ты умер за грехи наши, пролил Свою прочистую кровь. Хвала Тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Рисов. Спасибо, Рисов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.